Первую медаль высшего достоинства в копилку сборной положил выступающий в весовой категории до 54 килограммов подопечный Олега Мельника Глеб Бакши. Спортсмен, недавно отмечавший триумф на международном турнире юниора в Умане, провел в Энергодаре пять поединков, решающим из которых оказался полуфинальный против Владислава Баранова из Броваров. Соперник Глеба по финалу Александр Рябов отказался выходить на ринг, довольствовавшись серебряной медалью. Дорога к Украине была очень трудная. Мы подготавливались. Благодаря тренерам, благодаря поддержке команды, благодаря поддержке родителей мы прошли такую длинную дистанцию и победили. Второе золото в весе до 57 килограммов завоевал Арсен Аблаев. Бронзовый призер чемпионата Европы в Анапе тоже провел на пути к награде не все поединки. Против Арсена отказался боксировать соперник по полуфинальной стадии. В финале Аблаев по очкам переиграл спортсмена из Чернигова, участника чемпионата Европы Дениса Песоцкого. В финале тоже левша вышел такой хороший мальчик. Второй на Европе стал он, по школьникам. Больше мы в ближнюю дистанцию выбрали такую, вблизи работали. Кто кого перебьет, можно сказать. Обладателем третьей медали высшего достоинства стал выступивший в категории до 66 килограммов бронзовый и серебряный призер чемпионатов Европы Али Сейтмеметов. В первом поединке спортсмен выиграл ввиду явного преимущества. Второй тоже вчистую 4-0. В финале Али одолел жителя Непродзержинска, Нвера, Каграманяна. Помимо золота Сейтмеметов выиграл кубок за лучшую технику. В полуфинале я боксировал с Владиславом Байраком. Из Запорожья я с ним как-то встречался. Но я его победил со счетом 8-4. В финале я боксировал с Каграманяном из Непродзержинска. Очень упорный был бой. Я даже в конце боя устал, начал бегать. И бой закончился со счетом 6-8-3. Еще три бронзовых медали выиграли Юрий Алексанян, Гарустем Мустафаев и Тимур Тарасенко. Все боксеры, завоевавшие награды в Энергодаре, являются членами юниорской сборной страны. В составе национальной команды они поучаствуют в чемпионатах мира и Европы, которые летом пройдут в Венгрии и Казахстане соответственно. Тарас Березицкий, Лилия Ахтемова, Служба новостей и ТВ.